И к другим темам оставить свой голос на выборах президента в марте этого года можно из любой точки страны при помощи системы «Мобильный избиратель». 29 января прием заявлений для голосования по месту нахождения стартовал в Севастополе. Для нас это важно, потому что не только жители Севастополя перемещаются в пределах Севастополя, но у нас будут и гости в городе, и те, кто направлены в командировки. Для этого нужно с паспортом прийти либо в МФЦ, либо в территориальную избирательную комиссию. С 29 января по 11 марта такие заявления принимаются. В участковых избирательных комиссиях эти заявления будут приниматься с 6 марта. Один из вариантов, как подать заявление – обратиться с паспортом в удобный многофункциональный центр. Сотрудники смогут проконсультировать, помогут выбрать ближайший к месту нахождения избирательный участок и заполнить заявку. Информация об остальных способах голосования также размещена на стендах и в МФЦ. Данная услуга была успешно протестирована, и сотрудники МФЦ прошли соответствующее обучение, организованное Севастопольской городской избирательной комиссией. В 12 МФЦ города Севастополя можно прийти за оказанием этой услуги. Это очень хорошее, доброе решение, потому что МФЦ в Севастополе пользуется большим успехом, спросом. В день мы принимаем более 2000 человек. Подать заявление для голосования по месту нахождения можно также через госуслуги. С 29 января на портале начался прием заявлений и для дистанционного электронного голосования. Продолжение следует...